Она не хочет с нами говорить по поводу двух ламп, это один из побочных квестов, я сделаю небольшой спойлер. В некоторых пещерах контрабандистов содержатся рабы, которых можно освободить. Подобрав где-нибудь в пещере ключ, отпираются кандалы раба, раб освобождается и по достижении таких освобожденных рабов, некоторой цифры, некоторого количества этих рабов, не помню честно говоря конкретно сколько, нам сообщают пароль, с которым мы идем к этой Эльмине Дрен, сообщаем ей пароль и нам представляется возможность выполнять квесты за эти две лампы. Это как бы название сообщества местных борцов с рабством. Задания там довольно скучные, беготня по карте, наград особых насколько я помню не дают, могу ошибаться, не буду однозначно утверждать. Сейчас мы идем снова в кальдеру, через Балмору, видимо, через гильдию магов, традиционным маршрутом. Снова к адралу Хельви, смотреть что он нам скажет, какие квесты даст. Куда хотите отправиться? В Балмору хочу отправиться. Так, зададим Гуару ингредиенты, которые я собирал. Книжку тоже. Тайная книга учета кальдеры пока не буду отдавать, возможно нам еще пригодится, я честно говоря не уверен. Так, ключи вот еще тут у меня разные валяются, как-нибудь потом я их куда-нибудь скину, какой-нибудь сундучок. Но поскольку квесты Балмору закончились, перчатки нам больше не нужны, не можем их выложить. Идем в гильдию магов. Кальдера. Зайдем к скампу, приводим украденную броню. Предварительно ее нужно будет починить, здесь вот есть оружейник. Починить даже не только ради того, чтобы взять максимальную сумму, но и ради того, чтобы эти предметы, проданные у скампа, складывались в стек. Это еще одна подробность, техническая особенность. Предметы разной степени износа в стек не складываются. Складываются только полностью отремонтированные. Ну и некоторые еще, например, как вот эти вот шлемы, почему-то тоже в стек не складываются, хотя состояние их не полностью отремонтировано. Ну и вот этот вот стойный кинжарчик тоже подадим. 6200. Идем в зал правительства местного. Идем в зал, что было по лине. Идем в зал. Идем в зал. Ты заменил ложные документы То о чем я просил сделано Старый акт на землю у тебя А новый занял по ложному место Я возьму с тебя слово Что ты разберешься с этой сделкой Это ложный договор С которым я лично буду разбираться А пока позаботься об этих свитках Нам дали некоторые свитки магические И спросим про Дела Я несу ответственность за землю На Аскадианских островах И в это время года мне необходимо Собрать аренду и налоги с фермеров Я хочу чтобы вы поговорили с двумя фермерами Их зовут Манат Варнан Ада И Ловин Андус Возьмите с каждого 50 дрейков И принесите их мне Если они откажутся платить Убейте их Чтобы показать пример другим Но я разумеется не пойду никуда Никакие налоги собирать А заплачу из своих средств Тут всего 100 золота И снова дела Мне нужно чтобы вы доставили партию Эбонита одному моему другу Отвези эти 5 кусков эбонита сорца Дренару в Ориону в Альдрун Он доставит их моим друзьям на материке Никому не говори об этом Снова сомнительное поручение И снова нам нужно наведаться к дядюшке Красиусу С этим эбонитом С этим эбонитом Потому что здесь пахнет опять какой-то махинацией Вообще конечно я думал что придет сообщение о том что По поводу состояния строительства Моей крепости Сейчас я зайду в Балмору По пути Узнаю как там дела с крепостью Возможно мы Можем как-то ускорить этот процесс Между прочим Небольшое опять отступление При прохождении за дом Тылвани Когда доходит дело до строительства крепости Скорость строительства там Сколько я помню Зависит от самого игрока То есть там для строительства требуют принести некоторые предметы И разные предметы Влияют на строительство крепости Но сама крепость все равно стандартная Начнется со дня на день Ну не знаю, не знаю Что-то он как-то ничего не говорит Ладно Идем снова Вивик Здесь также мы можем видеть Что наше продвижение По гильдии воров и дому Хлаалу Несколько затормозилось В связи с нераскачанными навыками Это повод Выполнять квесты других гильдий Мы состоим еще в гильдии магов Куда хотите Сейчас если нам больше не будут давать никаких поручений Придется мне Проходить еще и гильдию магов Но там у меня тоже нераскачаны навыки Кстати Видимо придется Все-таки качаться у учителей Алхимию наверное придется раскачать Чтобы получить повышение в гильдии магов Или акробатику Чтобы продвинуться по гильдии воров Или то и то Но в новые гильдии я пока вступать наверное не буду Потому что если проходить все подряд То это можно очень долго играть Не знаю есть ли на ютубе ограничения по общему объему Залитых роликов Как бы в один прекрасный момент не столкнуться с тем что Скажет все Вы превысили лимит Больше не можете размещать видео Явно на это нигде не указывается Ничего такого не говорится Но возможно такой лимит есть Не знаю Поэтому я затягивать прохождение особо не буду Закончив дом хвалу и гильдию воров Я наверное приступлю уже к основному сюжету Я достаточно прокачался Мне не хватает буквально Нескольких вещей Я имею ввиду зачарованных вещей Для того чтобы успешно пройти Основной сюжет Просил ли тебя Адрал доставить партию ибонита Это последняя необходимая улика Вместо того чтобы доставлять Адебонит Дренару Вариону Доставь его Сиргунивусу Матендиусу В форт пестрой бабочке около Альдруна Могу спорить Если ты применишь свои чары в разговоре с Сиргунивусом Он арестует Адрала Хельви и Дренара Вариона В общем-то Нас снова отправили В пеший Эротический тур В Альдрун На этот раз Так Здесь у нас ничего не подвисло пока что Все квесты действующие Периодически нужно сверяться с дневником Потому что иногда вроде бы бегаешь-бегаешь То забудешь какой-нибудь квест сдать То случайно где-нибудь какой-нибудь квест возьмешь Который в сто лет висит Ты его не выполнил Ну и чтобы собственно говоря Точно знать куда идти Что делать, кого искать Вся необходимая информация Как правило содержится в дневнике И этой информации достаточно Чтобы успешно выполнить квест Хотя было у меня такое что Иногда говорят допустим пойти там на север От какого-нибудь ориентира А на самом деле нужно идти к примеру на юг То есть дают ложную информацию Это я думаю связано просто с Кривыми руками наших российских локализаторов В очередной раз То есть неправильный перевод Либо изначально в игре Так и было То есть кривые руки уже разработчиков Таких случаев немного Буквально там 2-3 на всю игру В остальном же дневник весьма полезен Через Балмору опять-таки Вальдрун И нам здесь нужно форт легиона Для этого можно применить божественное вмешательство Чтобы не бежать Вот он форт Находится К югу от города Тут не очень далеко идти Просто чтобы сэкономить время Я применил вмешательство И вот у нас Сергунилус Матендиус Поговорим с ним про Эбонит Эбонит? Откуда у тебя Эбонит? У тебя есть лицензия на торговлю? Правду Скажем Адрал Хельви приказал тебя доставить этот Эбонит Да Отдай мне Эбонит И я займусь Дренаром Варионом И Адралом Хельви Если то что ты говоришь правда Я арестую их обоих Отдаем Эбонит Это дело тебя больше не касается Я пошлю людей чтобы они допросили Адрала Хельви и Дренара Вариона Если они подтвердят твою историю Я арестую их обоих В общем то Как я уже ранее упоминал Торговля и добыча Эбонита Как полезного ископаемого Контролируется Определенными Структурами Великими домами И Империей И незаконный оборот Эбонита Наказывается по закону здесь Именно поэтому Эбонитовых доспехов и оружия У торговцев нет Практически нет В отличии кстати от Обливиона В котором Свободно продаются не только Эбонитовые Но и две мерзкие Предметы Которые там называются Гномскими Это вопиющее Я считаю Нарушение Логики Потому что Двемерские руины Так Вот я опять тупанул Заговорился Нам нужно конечно же Велик Так вот Двемерское оружие и броня Добывается В двемерских руинах Которых в Обливионе нет И они по идее Экспортируются Из Моррувинда В самом Моррувинде Продажа И Какой-либо оборот Двемерских Вещей запрещен В то время как В Керадииле Или Сирадииле Как правильно Не знаю Эти вещи Свободно продаются И чуть ли не у каждого Второго бандита Они есть Это еще один Недостаток Обливиона Который просто таки Вымогает Я уж не буду Глубоко копать Про основной сюжет И его откровенное Упрощение По сравнению С Моррувиндом Это опять-таки Лирическое отступление Чтобы как-то заполнить Вот этот вот Период Беготни Очередной Между квестовыми Персонажами Мы опять поднимаемся На самый верхний этаж Поселения Хлаала Нам нужен Дядюшка Красиус Опять-таки Про ебанит Снова поговорим Очень Очень хорошо Пирожок ты мой сладенький Адрал Хельви Теперь находится в тюрьме Кажется ситуация Была похожей Во время Его первого визита Сюда Возьми эти маленькие Кольца Дорогуша Они тебе подойдут Кольцо ужасных осколков Кольцо Лабиринта восприятия Посмотрим Кольцо 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 Лабиринта восприятия Хамелеон 10-40% В общем Довольно полезное И ужасных осколков Удар холода На удаленную цель Тоже Пригодится Сохранимся И давайте спросим Про дела Теперь Когда У вас Появился опыт В контрабанде Ибонита Зайка Я хочу Чтобы вы Нашли Валфреда Изгоя Он очень Мерзкий Мальчишка Промышляет Ибонитом Но не оказывает Дому Хлаалу Соответствующего Уважения Вы наверняка Сможете Использовать Свои чары И заставить Его уважать Дом Хлаалу А если Он не послушается Вы знаете Что делать Его обычно Можно найти В доках Хлаалу В общем Какой-то тип Не засылает Долю И за это Нужно его Покарать Я думаю На этом Стоит Сделать Паузу Спасибо Тем Кто смотрит Оставляйте Комментарии Подписывайтесь На мой канал И спасибо За внимание